Дорогие коллеги, здравствуйте! В сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться теми activities, которыми я использую из старых версий экзаменов А2 и Б1. Я расскажу вам об одном замечательном задании, которое было раньше в старых экзаменах уровня А2, и одно задание, которое было в старом экзамене уровня Б1. И объясню, почему я их оставила, хотя их теперь нет в самих кембриджских экзаменах. Неважно, готовите вы, не готовите вы к кембриджским экзаменам. Вы знаете, эти задания очень-очень ценные. Кроме того, что я расскажу вам, почему я это делаю, я с удовольствием поделюсь с вами разработанными материалами, то есть сборниками этих заданий, для того, чтобы вы тоже, если вам понравятся эти задания, вы видите в них такой же смысл, как вижу я, использовали на своих занятиях. Данное задание у нас уровня А2. Что это за задание? Тогда на спикинг у нас было так, что у одного кандидата есть вопросы, вот вы их видите здесь, да, вот это вопросы, и у другого были ответы, и они друг друга не видели, да, то есть у одного было это, у другого было это. Они не могли друг друга, естественно, смотреть во время экзамена. Что здесь было? Был interaction, да, то есть один, как я говорю, один ослик должен был так правильно задать вопрос, чтобы второй ослик понял, где это, и нашел ответ у себя в карточке и сказал об этом. Что здесь сложного? Во-первых, научить на уровне А2 идеальному знанию question words, да, то есть там и which, и how many, и how much, разницу между ними. Во-вторых, построение вопроса, да, то есть должно быть идеальное построение вопроса, включая auxiliary verbs и все остальное, как бы, да. В-третьих, это учило слушать друг друга, понимаете, то есть я должен послушать для того, чтобы найти вопрос у себя. Да, я должен уметь переспросить, если я не понял вопрос. Это очень важные навыки для conversation вообще в целом. В-четвертых, кроме того, что я прослушал и понял вопрос, я не могу ответ зачитать так, как у меня в карточке, да, то есть я должен составить, ведь в карточке там просто опорные слова, как бы, да, то есть я должен превратить этот письменный язык, который мне дан на карточке, в устный язык, составив хорошее, правильное предложение. Ну, например, кандидат первый спрашивает, всегда начиналось вот так, да, Can I ask you some information about the disco? Второй отвечает, yes, sure, go on. Is it every evening? Второй кандидат должен посмотреть и узнать информацию Tuesday, Saturday. Он не может сказать, no, Tuesday, Saturday. No, это неприлично говорить. Он должен сказать, как бы, oh, sorry, it's only from Tuesday to Saturday. Вот это тоже даже, вот, понимаете, слайд, люди, где такое вот понимание, что вежливо, что невежливо, что грубо, как лучше, почему надо вставить only. Вот это они уже должны, вот этот слайд-тон, они должны понимать и уметь делать на уровне 2. Дальше, например, what music is there? Тот ищет и смотрит, допустим, rock music from the USA. Опять же, он не может сказать rock music from the USA. What music is there? Должен быть вопрос, да. Тогда он говорит, there is rock music from the USA. И так далее. Например, student ticket. How much is the student ticket? Я с вами говорю, вот хоть убейте друг друга, хоть вот где хотите, запишите, но вбейте себе в голову, что как только стоит цена, это how much does, бла-бла-бла, cost, да. How much does the student ticket cost? Второй должен ответить ему. Student ticket is only for 5 pounds. Все цены здесь были в pounds, да. Как вы видите, обычные present simple конструкции, но они очень-очень чистенькими должны быть. Вот другой пример, например, да. Опять же, can I ask you some information about the painting competition? Yes, of course. With pleasure, например. Can I win something? Тот отвечает, yeah, you can win a bicycle. Второй такой реакция, да. То есть я еще учу реакции. Oh, that's interesting. I would love to have one. And what should I paint? Может быть, what can I paint? Может быть, what should I paint? Другой отвечает. Oh, you can paint a picture of an animal. Реакция второго, да. That's nice, I can maybe draw a cat. And is the competition for everybody? Или просто is it for everybody? Второй отвечает. Actually, it's only for young people. From 8 to 16 years old. Вот опять, from 8 to 16. Как вы видите, структуры очень разговорные. Прям conversation, conversation получается. Вопрос, ответ, реакция. И опять вопрос, ответ, реакция, да. Плюс вы получаете чистенькую грамматику, да. Кроме enjoyable conversation. Чистенькая грамматика получается. Вот поэтому я это задание не убрала на уровне А2, хотя в экзамене его больше нет. Как только мои дети сдали Movers, я сразу в сентябре месяца начинаю брать с ними эти задания. И вы знаете, только в феврале я слышу идеальные conversation, идеальные вопросы, идеальные ответы, идеальные реакции, которые я хочу добиться. Я это задание вставляю в первые 10 минут урока, да, на спикинг. Когда начинает надоедать, я немножечко их разбавляю чем-то другим, но это уже другая история. Вот здесь уже 15 собранных вариантов вопроса-ответа. Пожалуйста, пользуйтесь. Я думаю, что вы поняли ценность этого задания. И несомненно, оно стоит того, чтобы оно у нас было на уроках. Не забывайте регулярно менять пары. И второе задание, о котором я хочу вам рассказать, это задание уровня B1. Раньше на уровень B1 у нас был тоже Keyword Transformation, такой, как сейчас у нас есть на уровне B2, C1 и C2. Я не понимаю, почему вы убрали. Честное слово, не могу понять. Оно было настолько правильно вставлено. Дело в том, что без этого задания, если у вас на уровне B1 студенты не будут улавливать элементарные структуры, которыми можно, это же paraphrasing, понимаете, это paraphrasing. Если они не будут умело пользоваться, умело чистенько пользоваться элементарными структурами, то на уровне B2 им будет невероятно сложно. Потому что на уровне B2, кроме грамматических структур, прибавляется еще collocations, но это даже не так страшно, вот phrasal verbs прибавляются, да, idioms прибавляются, и вообще, то есть, очень сложно получается. Поэтому я просто видела разницу своих учеников, которые B1 проходили, сдавали по старому формату и перешли на B2, и те дети, которые не проходили B1 и пришли на уровень B2 сразу, да, насколько сложнее второй категории людей. Поэтому я решила это задание оставить, и мне из прошлого года, мы со всеми уровнями B1 это задание делали, опять же, его можно использовать в качестве вормап. И даже не каждый урок, а урок через урок, вот так можно делать, да, но настоятельно рекомендую вам его использовать. Какие функции оно решает, кроме подготовки к перефрезе, к B2 и так далее, да. Посмотрите на это задание. Вот именно это задание поможет вашим кандидатам B1 не забыть, не забыть грамматику B1. И умело чисто ее использовать, да. Какие вот здесь виды заданий вы видите, какие виды грамматических конструкций отрабатывает эта часть, да. Значит, первое. Last week someone sent Beth, да, это passive, да. То есть первое это passive. Last week Beth was sent an advertisement, да, то есть это passive voice. Второе задание, как мы видим, конструкция there is, there was, да. Третья конструкция это comparative. Was too short, значит, was not long enough. Что очень сложно, в принципе, и редко, когда оно употребляется, ну, видно, как бы, попадается, скажем так, да. Но его должны уметь использовать и в устной речи, и в письменной речи B1, даже по новому формату. Too short, not long enough, да. Четвертое тоже, как мы видим, это comparative, да, причем less colorful, и вот видите, у нас будет с вами as, as, да. Wasn't as colorful as. Опять же, необходимая конструкция совершенно для уровня B1. И прямая косвенная речь, тоже у нас, должны они знать идеально B1, и тоже она здесь встречается постоянно. Покажу вам другой слайд, да. Первое предложение это на present perfect, да, то есть и слова-спутники since, for, которыми они должны идеально уметь владеть, да. Kin to, номер 2. She is always kin, да, kin to или kin ongoing. Опять же, это уже начинаются phrasal verbs тут небольшие, несложные. Третье, can't stand the spending, infinitive versus gerent, да, уже здесь мы с вами вставляем это, да. Четвертое, опять же, comparative, но слово difference, the same, the same as, different to, different from, вот это все мы здесь уже с вами comparative вставляем, так же, как и пятый. As, as, соответственно, less of shape, more of shape и так далее, да. То есть, опять же, я нахожу это задание необходимым для уровня B1, не только ради paraphrasing, а ради того, чтобы они чистенько, грамматические конструкции уровня B1 умели использовать. Потому что пока вот здесь они, ну это как бы passive learning читается, да, а когда они будут мне писать конструкции эти или говорить эти конструкции, я им буду говорить, а помните, как у вас там было not long enough, там, или is not as beautiful as, вот это все они должны использовать, да. То есть, это задание поможет уровню B1 не забыть, а постоянно использовать вот эти, да, прямая косвенная речь. Comparatives, superlatives, причем и эти формы as, as, to, not enough, да, less и так далее, the same as, different и так далее. Articles тут очень часто тоже мы видим правильно использование, present perfect со всеми его словами-спутниками, since, for и так далее, да, а также passives. Поэтому, конечно, я думаю, что вы согласитесь со мной, что эти два задания уровня A2 и B1 никак нельзя было выбрасывать вообще просто с экзаменов. И неважно, готовите вы или не готовите к экзаменам, я очень рекомендую вам к использованию эти два замечательных задания. До новых встреч!